Всем привет, дорогие друзья! Я, если честно, пришла сегодня поснимать сумки, но там что-то ничего интересного и нового нет. А вот я решила тогда зайти в обувь, до которой у меня никогда не доходят руки. Итак, мы с вами находимся в канадском магазине, в канадском большом супермаркете. Нет, неправильно я говорю, в канадском универмаге, который называется Hudson Bay. Самый большой, самый известный, самый старый канадский магазин. Я здесь очень часто снимаю сумки, но сегодня я решила дойти до обуви, потому что в сумках ничего нет нового. Я уже договорила. Так, давайте просматриваем обувь и цены. Я даже не знаю, буду ли я что-то комментировать. Наверное, конечно, буду, я же не буду молчать. Вообще я не могу молчать. Не могу молчать. Но без комментариев вы сами все видите. Очень много еще по-прежнему летней обуви. Очень много каких-то таких босоножек-сандаликов, видите, совсем. И они даже еще не на распродаже. Стоит вот 275 долларов. Но я думаю, что это кожаные. Вы знаете, я, если честно, об этой вот цибринга даже и не знаю. Ну вот, есть немножко, конечно, ботинок уже таких. Ботинки по-прежнему массивные. По-прежнему огромные, гигантские. 129 долларов. Ну, это не так страшно. Но мне очень, вообще не очень нравится вот этот вот квадратный вот этот нос, носок. Как-то, я не знаю, мне кажется, это даже слишком. А рядом вот стоит вот такая вот туфелька под шанель, как будто бы. Смотрите, как интересно сделаны пряжки. Кнопки. Нет, это просто пуговицы. Ну, а видите, они разные. Как интересно. Так, непонятно. 200 долларов. Боже мой, как дорог. Из ткани. Туфля из ткани. Такая дорогая. Ну, вот уж как бы. Любимые нами всеми. Вот они на распродаже. Сейчас 212 и стоили 265. Опять же, бренд, который я первый раз вижу в свои глаза. Своими глазами. Вот такие вот уже, можно сказать, и не очень-то модные, и не очень-то актуальные посанушки. 185 долларов. Но мне они нравятся. Мне кажется, что на лето, у них, тем более, здесь все мягенько, это очень удобный вариант. Вот эти вот платформы, сделанные из плетений, из соломки такой, из черной, из бежевым. Мне кажется, что это очень даже неплохо. Из чего, что кожа, не кожа, не пойму. Не пойму. Но, судя по цене, может быть и кожа. В общем, здесь, конечно, очень много обуви. Начала я вот с такой вот витриной с такими вот нарядными. Видите, босоножки. Ну, это тоже, как бы известно. По-моему, Сен-Лоран сделали. Босоножки вот такие вот бантом сзади и бантом вот здесь спереди. Они повторили. Но это, конечно, куча. Куча просматриваются. Вот тут прям точно были тей бучи. Вот. Это тоже всем известный дизайн с этими пряжками. С пряжками разнообразные. Видите, выходные. И с каблуком, и с каблуком. Сколько такие тянут? 195. Вот опять, боже, ну как дорого. Причем, это не какой-то, ну, известный бренд, как бы, а что-то такое, о чем я никогда не слышала. Но, тем не менее, вот, ну, что поделать. У нас такие цены. Идемте дальше. Вот здесь больше вот осенней обуви даже с этой стороны. Вот здесь уже появляются, видите, ботинки. Вот эти ботиночки симпатичные. А, кстати, они не появляются. Они на распродаже за 295, а стоили 369. Я так понимаю, что это с прошлого, с зимы, наверное, с весны. Они еще все здесь находятся. И никак их не распродадут. Потому что, как ни странно, ой, боже, как дорого. 389, а были сейчас 311. Дело в том, что летнее еще не вышло на распродажу, хотя пора бы уже была. А, это, кстати, манго. Представляете, я тут стою. Видите, в этом магазине есть корнер магазина манго. И поэтому, вот видите, обувь продают. Но это, кстати, не манго. Это вот какой-то вот такой бренд, который так вот называется. А манго вот есть. Вот такие вот блестящие босоножки за 70 долларов. Так вот, я хочу сказать, что летние вещи еще не на сейле. А зимние, весенние, вернее, на распродаже. 115 долларов. Сейчас, только в конце лета, они быстро на распродажу. И до сих пор вот здесь вот продаются. Так, это компания Coach. Это очень известная компания. Довольно дорогая. 185, хотя обувь, видите, не очень дорогая. Но они довольно дорогие сумки. И они очень известны своими сумками больше. Вот это прям такое вдохновение с Hermes'ом. 200 долларов. Такие тяжелые, совсем не мне нравятся. Есть такие же на каблуке. И, кстати, на каблуке они гораздо легче. Как ни странно. 220 долларов. Вот, видите, Coach. Компания называется Coach New York. Ну, в общем, много всего разного. Free People. Это тоже известный бренд. В основном они делают одежду 258. Это кожа. И вот такой вот деревянный, по-моему, из настоящего дерева, каблучок. Вот такие вот интересные макосины. И классический макосин. Рай Флорен за 105. Очень приятная, мягкая кожа. Хороший красивый цвет. И приятная вот здесь вот мягкое место, где находится ваша пятка. Вот такие интересные шлепанцы за 210. На тоненьком каблучке. И такие вот толстенькие перемычки. Вот здесь вот ботинки. А, это, собственно говоря, тоже очень популярная в Канаде компания, которая называется Dr. Martens. И все, конечно, ее знаете, она популярна не только в Канаде. Интересно, есть ли они еще с распродажей. Нет. Вот 280 долларов стоят вот такие вот ботинки Dr. Martens. Мне они не очень нравятся. Я их не очень люблю. Вот эти вот как-то поаккуратнее, посимпатичнее, сделаны в виде таких Chelsea Boots. И стоят подешевле 200 долларов. И я не буду на них особенно останавливаться, потому что они, видимо, продаются во всех странах мира. И все мы знаем их. Dr. Martens можно купить везде. Джейкс. Вот, кстати, Джейкс. Очень удобная обувь. И вот такие вот Джейкс туфли. Тоже на распродаже за 152 доллара. Классическая такая тусля. Кроссовки Джейкс. Тоже такие мягенькие вот здесь. Наверное, удобные. Довольно легкие. 152 доллара. Цель. В стиле 190. Дороговато, конечно, дороговато. Я вам хочу сказать, что я... У нас, конечно, цены. Ну, вы сами понимаете, да? Я недавно ездила, так, на выходные даже особо не афишировала свою поездку в Штаты. И я купила себе там кроссовки Adidas за 30 долларов американских. Ну, это был аутлет, они как бы были на скидке, но тем не менее, 168. Здесь, в Канаде, никогда в жизни, никогда в жизни не бывает этих цен на такие фирменные вещи, как Adidas, например. Много-много-много еще летние обуви, биркинштоки, известные удобством и ценой своей. Ну, вот, 130 долларов. Но, знаете, не так уж и страшно, кстати, мой размер. Я вот хотела себе купить что-нибудь подобное, но, может быть, не биркинштоки, потому что я считаю, 130 долларов платить за такие лапти, это как-то не очень разумно. Можно найти что-то похожее, не менее удобное и намного более дешевое. Вот эти вообще 170. И, в принципе, вполне себе обойтись вот более дешевой версией известных биркинштоков. Ну, вот, смотрите, сколько зимней, вернее, осенней обуви, вернее, я думаю, что она весенняя, вот это все сейчас на распродаже, то есть оно подтверждает то, что я говорю, что осень-зима сейчас, или зима-весна скорее, вот так, наверное, вышла на распродажу. И продаются сейчас в конце лета, то есть в конце лета не распродают летнюю обувь, а распродают еще все обувь весеннюю. Вы знаете, я так понимаю, что это какая-то тенденция у нас, как-то очень все опаздывает распродажа, потому что, не знаю, перестали покупать, меньше покупают, меньше спрос, меньше поставки были не очень хорошие все-таки в течение, все еще в течение года. И поэтому, и поэтому вот какая-то такая странная путаница с распродажами, и все как-то смещено. Хотя я вижу, что есть, видите, распродажи на летнюю обувь. Вот, например, вот такие шлепанцы, приятно, удобные, стоят 44 доллара. Вот здесь вот очень много распродажей летней обуви, то есть, в принципе, и летнюю распродают. И она есть всякое разное. Но, видите, здесь вот она стоит вот так вот в коробках, потому что уже размеров, размеров нету, 48 долларов, 49 долларов, 65 долларов, тоже не очень дорого. Ну, это такая дешевая обувь. Ну, симпатичная, знаете, такая, все это, конечно, не кожа, очень даже приятная, такая, не очень хорошего качества, не очень хорошего, очень хороший материал, но зато по дешевке, 42 доллара вот такие вот, ой, боже мой, какие банки, даже смотри, мне там больно, глаза. Да, дайте мне другие глаза. Здесь вот, видите, очень много вот этой вот обуви. Это, по-моему, все одна и та же компания. Так, я даже не буду это показывать, вы скажете, что у нас в Канаде вообще подойдет какой-то бред. Ну, вот симпатичные шлепанцы, очень даже, я помню, кстати, видела их за полную цену, когда они были. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Выглядят они очень неплохо. И они стоят сейчас 54 доллара, а стоили 135. Ну, вот это уже хороший ссылк. Все вот эти вот такие, знаете, веревочные босоножечки, все это сейчас все-таки распродается. Все-таки я вижу, что очень много летней обуви на распродаже, что, конечно же, прекрасно. Винскому-то известная компания, сколько они сейчас, тоже распродажа, стоили 165, а сейчас стоят 107. 25% скидка, это немного. Ну, и здесь вот тоже много всякого разного. Боже, сколько вот этих вот всяких перепончатых босоножек сейчас прям везде и всюду. Босплошные перепонки и очень много цветов, видов, босонов, квадратный нос. Эти, кстати, симпатичные, по-моему, даже тому размер... А, это шестой, значит, они у меня будут великоваты. И они сейчас стоят 74, а стоили 188. 60% скидка, неплохая скидка. Вот красивые, ну, так, можно сказать, все красивые. Видите, такие, как радуга, радужные. 64, стоили 80. Вот такие мне нравятся. Я вижу, что только одна стоит. Я люблю такие, знаете, они, может быть, не очень актуальны, я уже говорила, но... Они очень удобные. А здесь, видите, есть еще вот такие вот полки с обувью. По размерам, по-моему, они здесь стоят. Или просто... Или просто так стоят. Причем так интересно, по одной шузе. Значит, здесь такая система, что здесь они стоят по одной паре. По одной туфле из пары. Если вы хотите какую-то из этих туфель, вы должны туда идти продавцу и попросить вторую туфлю. Зачем это делать, я не знаю. Видимо, боятся. Боятся, что если бы стоять две туфли, то их унесу. 298-35. Это дорогая компания за 223, со смешным таким компоном. Видимо, боятся, что их кто-то сопрет, если бы стоять две туфли. Но почему-то вот, например, вот эти вот в коробках стоят по две, на них же никто не покушается. Что-то они решили, что те, кто стоят на полке, будут унесены. Ну, так, в общем, так они решили. Короче, сандалики. Вот, кстати, Geox тоже. Очень удобные, наверное. Ну, Geox вообще очень удобная компания. У них резиновая. Вот здесь вот, там, где нога, это резина. А ну, знаете, мне кажется, это детский. Да, вот здесь вот маленький. Это детский. Но, вы знаете, я иногда покупаю детскую обувь. У меня пятый, тридцать пятый размер. Такой тридцать пятый, что мне даже взрослый тридцать пятый иногда велик. Все равно. Я покупаю вот детский. Например, у меня хорош детский третий. Вот этот тридцать шестой детский мне будет большой. А вот это тридцать четвертый детский, наверное, будет мне как раз. Вот я так вижу по размеру. Сколько они стоят? Хорошие такие. Пятьдесят шесть долларов. Здесь тоже распродажа зимнего. Все черное страшное. Вот это ничего. Такие ботинки. Помните, например, модельская компания. Помните, пару лет назад, по-моему, было в моде вот такая вот цветная. Подошва. Семьдесят один доллар они сейчас стоят. И еще распродажи. За сорок четыре тоже миллион шлепанцы. Шлепанцы и вот такие вот опять перепонки-бослоножки. Вот такие. Вот такие. Кстати, вот эти ничего симпатичные. У них небольшая такая вот платформочка, совсем маленькая. И вот эти вот перепонки. Вот так вот сюда нога суется. Но вы знаете, что мне кажется, что если это не кожа, вот эти вот веревки пожарят, конечно, они будут воспиваться. Но вот эти вот веревочные, веревочные, веревочные истории. Такие с черной, с черной, с бежей. Веревочные истории уже поднадоело, если честно, везде и всюду. Хотя мне нравятся они. Они вообще дешевые. 36 долларов. История 90, значит, они не кожаные. Значит, в них, конечно, будет не очень удобно. Надоели эти веревки, если честно, уже везде и всюду. Пора уже кончать с этим делом. Мне кажется, просто понаделали их много. И теперь так, мы уже здесь были. Понаделали их много. И теперь пытаются распродать. Ну, по-моему, девочки обошли всю обувь. Мы, по-моему, рассмотрели все, что нужно. Может быть, у меня немножко прыгал телефон. Потому что я здесь никогда не снимала. И я не очень знаю этот отдел. Ну, вот, кстати. Тева. Тева – это прекрасная израильская обувь. 60 долларов стоит вот такие вот резиновые шлёпанцы. Очень-очень удобная. У нее очень дорогая. Это натуралайзер. Вот Тева здесь, видите, написано. И вот это тоже Тева. И вот они сейчас на распродаже за 80 долларов. А стоили 100. Очень удобная обувь. Единственное, что я знаю, что у них были... Они были раньше здесь сделаны, как... Здесь у них была натуральная замша, как в этих, в Элькенштоках. А сейчас я смотрю, что у них резина. Но, может быть, просто здесь не представлены всем. Модели, которые есть в Теве, представлены не совсем... Не совсем полный ассортимент. Вот, красиво, очень зелёные. А, это компания Джессика Симпсон. Тоже вся в стразах. Но они отличаются, эта компания, тем, что они все вот такие вот. Вот такая вот страза. Это, кстати, Вера Мода. За 100 долларов была, а сейчас 50. Большие, модные нынче сандалии. Ужасные. Ужасные. Я так и не привыкла к ним, если честно. Я так понимаю, что здесь стоит по брендам. Вот это какой-то Рит, Райт. Я даже не знаю, что это такое. Ну, и все то же самое. Все то же самое. Разнообразие, конечно, не наша черта, не наша главная. Не наша главная особенность магазинов. Вот это, кстати, детские перкинштоки. Стоят они значительно дешевле, чем взрослые. Вот эти стоят 80 лет. Я вполне могу себе найти детский размер. Купить себе детские, чтобы не платить сумешедшие деньги. Я, кстати, иногда это делаю. Ну, и закончить я хочу на сумках. Которые, по-моему, я уже вам все показывала. А может быть и нет. Может что-то новое. Если честно, я не помню. Но они настолько выглядят по-летним, что я думаю, что я уже вам их показывала. Если честно говоря, я не помню. Потому что они сейчас все такие, вот такие одинаковые. И так похожи друг на друга. Мне даже трудно отличить, которые я вам показывала или нет. Просто дело в том, что у меня такое впечатление, что летние еще не распродали, а зимние еще не завезли. Поэтому я здесь особо не нашла, чтобы снимать. 355 долларов. Сумочка очень похожа на сумки сегодня. Такой же, типа. Симпатичные, да. Но ничего особенного. Мне кажется, что вот это уже такая больше зимняя коллекция. Хотя нет. Вот они на сейле за 315 долларов. Вот такие вот сумки. Боже мой, как дорого. И я вам, наверное, уже надоела с непрочитаниями о том, что как все дорого, так все дорого. Но я, если честно, действительно иногда не понимаю вообще этого ценообразования. И не понимаю, почему у нас такие цены сумасшедшие. Вот, кстати, сумка Манго. За 79, 100, 100. Я их помню. 100 лет они уже здесь стоят. Их никто не покупает. Но сейл на них настолько незначительный. Что не особенно их и раскупают даже на сейле. Видите, как-то пустовато у них. Как-то вот кулочки такие пустые. Вот это я вам точно уже показывала. Этот бренд. Поэтому я только мельком вам еще раз покажу. Для тех, кто не видел. Это компания. Видите, они сейчас на сейле. Видите, я вам показывала. Это компания Rarely London. Вот у них такие вот веселенькие, забавные сумочки. И стоили они 485, сейчас 359. Вот они вышли на распродажу. Потому что я вам показывала давно. И вот сейчас как раз они распродаются. Очень приятные, милые, симпатичные. Забавные сумки-сумки. Мне они очень нравятся вообще вся вот эта вот идея. Они не дешевые. Но, по крайней мере, они как бы, видите, сделаны с фантазией. Необычные. В них вложено много работы. Вот здесь вот вышивка, здесь аппликация. Хорошая кожа мягкая. Очень даже сзади вот у них какая-то аппликация. Очень приятные. И вот такие вот базовые, минималистичные. Тоже на сейле за 206. Вот такие вот, как бы. Ничего особенного в них нету. Но очень приятная кожа, приятный цвет и приятный размер. Кошельки у них такие забавные. Я вам уже это все показывала. Может быть, для тех, кто не видел тот мой влог. Я вам покажу еще раз. И вот 245. Вот они сейчас все на распродаже. Симпатичные. Очень хорошие сумки. Девочки, если кто любит этот бренд, они сейчас в Hudson Bay вышли на распродажу. Ну и все. Думаю, что на этом мы будем заканчивать. О, Маш. Стоило 340. И так же и стоит. Не на сейле. Ну вот приятная сумка замшевая. Компании Маш. Все, девочки. На этом мы, наверное, с вами будем прощаться. Я всех благодарю за просмотр. Всем буду очень рада. Если вы напишите мне комментарий, поставите мне лайк, подпишитесь, если вы еще не подписаны. А на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Вот это точно летние на распродажу вышли. Я помню их. 170 долларов. Я их весной снимала. Они в первый раз появились. Вот такие вот с цветочками. Очень летние. Вот сейчас их уже распродают. Ну и все. Сейчас уже я с вами прощаюсь окончательно. Всех люблю. Целую. Всем привет из Канады. Всем пока. Bye-bye.